Всем привет, с вами Водород и сегодня мы поговорим о вирусах. Это будет наше первое знакомство с вирусами, так давайте начнем. И начнем мы с понятия о вирусах. Вирус это микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов. Вирусы являются облигатными паразитами, они не способны размножаться вне клетки. В настоящее время известны вирусы, размножающиеся в клетках растений, животных, грибов и бактерий. Последних обычно называют бактериофагами. Что касается размеров вирусов, так вирусы это мельчайшие живые организмы. Их размеры варьируются от 20 до 300 мм, в среднем они в 50 раз меньше бактерий. Их нельзя увидеть с помощью светового микроскопа и они проходят через фильтры, не пропускающие бактерии. История изучения вирусов. В 1852 году русский ботаник Дмитрий Иосифович Ивановский получил инфекционный экстракт из растений табака, пораженный мозаичной болезнью. В 1898 году галладец Беринг ввел термин «вирус» от латинского «яд», чтобы обозначить инфекционную природу определенных профильтрованных растительных жидкостей. Свойства вирусов. Они мельчайшие живые организмы, не имеют клеточного строения, способны жить и воспроизводиться, паразитируя внутри других клеток. Большинство вызывают болезни, устроены очень просто, находятся на границе живого и неживого. Каждый тип вируса распознает и инфицирует лишь определенные типы клеток. Значение вирусов. Первое заболевание человека. Вирусы вызывают такие заболевания, как коль, свинка, грипп, полимелит, бешенство, ось, желтая лихорадка, трахома, энцефалит, некоторые онкологические болезни, спид, бородавки, герпес. Что касается спида и ВИЧа, то многие путают два совершенно различных понятия. ВИЧ инфицированный и больной спидом. Разница заключается в том, что человек, инфицированный вирусом иммунодефицита, может в течение многих лет оставаться работоспособным, относительно здоровым человеком. Такой человек не представляет для окружающих никакой опасности. Второе заболевание животных. У животных вирусы вызывают ящур, чуму, бешенство, у насекомых полиэдроз, бронуломатоз. У растений вирус вызывают такие заболевания, как мозаику или иные изменения окраски листьев либо цветков, курчавость листьев и другие изменения формы, карликовость. И, наконец, у бактерий их распад. Бактериофаги или же пожиратели бактерий. Открытые в 1917 году одновременно во Франции и Англии. Используются при лечении заболеваний, вызываемых некоторыми бактериями. Чума, тип, дизентерия. Продолжение следует...